На базе РАО 18 и 19 ноября составились научно-практические семинары для преподавателей русистов школ и вузов Армении. Серию лекций и практических уроков провели специалисты из Института русского языка имени Пушкина Мария Равинска и Екатерина Рублева. Сейчас не то что на пороге 21 века, сейчас уже второй десяток этого самого 21 века. А новые методы преподавания проходят почему-то мимо нас. Открывая серию семинаров, Мария Равинска отметила две проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка как родного и как иностранного. Это область методическая и теоретическая. Важным и особенно в условиях Армении мне представляется какая-то актуализация, что называется, реальной языковой среды. Что имеется в виду? Давайте даже на примере русской школы. Мы в русской школе, русским детям, которые живут внутри русского языка, так сказать, да, с рождения, преподаем русский язык. И русский язык мы им преподаем в школе на текстах 200-летней давности, что не может не вызывать, ну, мягко говоря, отторжение у школьников. Довольно бурное обсуждение вызвал вопрос о том, что, собственно, делать с текстами, которые используются в учебных пособиях и где фигурируют непонятные современному школьнику саласки, пироги с черемухой и даже сравнительно новые, но уже устаревшие слова типа видеокассеты. Сегодня попытки модернизации текстов авторами пособий не всегда венчаются успехом, зачастую встречая упреки в отказе от классики. Культура очень важна, и от классики мы отказываться никак не можем. Но застревать в ней, главное, детей в этом забирать, тоже нельзя, потому что они все равно не закроются, но они перестанут нам верить. Они перестанут доверять преподавателям, как носителям каких-то знаний о современном мире. Речь не идет о том, чтобы отказаться от классики. Речь идет о том, чтобы мы жили бы в современном мире, понимали бы современный мир и понимали бы, что дети относят посыл в первую очередь как раз к детям. Я понимаю, что каждый преподаватель относится к своим студентам тоже как к детям. Это давно уже не дети, взрослые люди. Так вот, начиная с детей и до взрослых студентов, речь идет о том, чтобы мы соответствовали этой реальности. Если мы будем опираться только на классику, к нам будут так же относиться, как классики на полке в пыли. Поймите, классику никто из русистов никогда в жизни не отметет этой классики. Он не скажет, что классика сама по себе, а я живу сам по себе. Мы на этой классике росли, растем и будем дальше и расти сами, и растить молодые поколения. Но и мы должны соответствовать современному миру. Поймите, ведь наш авторитет зависит от того, насколько мы его понимаем, насколько мы можем говорить на языке этого нового поколения. Если мы не можем говорить на этом языке, почему он должен говорить на нашем языке? В рамках курсов повышения квалификации спикеры поговорили об активных процессах в современном русском языке, цифровой педагогике. Совместно с участниками семинара был разработан практический урок для любого класса по любой тематике, с использованием портала образования на русском, оператором которого является Институт русского языка имени Пушкина.